А сейчас давайте познакомимся с пятнадцатой буквой арабского алфавита. Это буква ДОД. Буква ДОД — точная копия буквы СОД. Единственное различие — это точка сверху. Правильное звучание этой буквы — Махрач-буква ДОД, то есть форма ее звучания, такова. Правая или левая сторона языка, еще раз повторю, правая или левая сторона языка касается клыков, но следует отметить, что правая сторона используется больше. Эта буква — что-то среднее между буквами Д и З русского алфавита. Еще раз повторим, Махрач-буквы — это касание правой или левой стороной языка клыков и произнесения звука, колеблющегося между звуками Д и З русского алфавита. Некоторые произносят этот звук как З. Это неверное произношение. Если у вас не получается правильно произнести букву ДОД, то лучше произнести ее как букву Д. Буква ДОД — одна из самых сложных букв арабского алфавита. Арабский язык иногда называют языком ДОД. Великий арабист и знаток Корана Ибн Аль-Джазари в своем произведении Джазария указал на то, что буква ДОД произносится касанием правой или левой стороны языка клыков. А сейчас обратим внимание, как пишется буква ДОД. Буква ДОД пишется точно так же, как буква СОД. И отличается от нее одной точкой сверху. Еще раз повторим. Начальное начертание буквы ДОД. Начинаем с левой стороны. Идем вправо. Продолжаем левую сторону в виде прямой. И ставим точку прямо посередине. Так мы пишем начальное начертание буквы ДОД. Еще раз повторим. Серединное начертание буквы ДОД. Проводим прямые линии справа и слева. И ставим точку прямо посередине. Это серединное начертание буквы ДОД. Еще раз повторим. Конечное начертание буквы ДОД. Проводим прямую справа. Замыкаем букву слева. И ставим точку над буквой. Это конечное начертание буквы ДОД. Еще раз повторим. Левая pleasка. tumorка. Замыкаем буквы ДОД. Продолжение следует...